приветствую всех любителей бокса и обращу ваше внимание на то что в пятницу 12 июня состоится еще один вечер бокса на сей раз в берлине на арене фотостудии халле studios и собственно говоря этот вечер бокса будет организован промоутерской компанией инга фольсмана agon sports в майн-ивенте этого вечера бокса а джек акулкой будет во второй раз защищать принадлежащий ему пояс интернационального чемпиона по версии международной боксерской организации в первом среднем весе и оспаривать этот а титул будет французских боец говард к споле также в этом вечере бокса будут еще два чемпионских боя так винченца гуальтьерия спорит вакантный титул чемпиона германии в среднем весе выйдя в ринг против александра а павлова и бен шики впервые защитит принадлежащий ему титул чемпиона европы и среди стран входящих европейский союз средней весе проведя бой против мартена арсумяна ну что можно сказать о этих всех поединках наверняка вы впервые и в последний раз услышали фамилии бойцов которые будут проводить предварительные поединки ну а вот джек кулкой более хорошо нам всем знаком по тому как против него провел бой сергей деревянченко и в этом поединке сергей деревянченко согласитесь вы или нет но наше мнение таково выглядел не самым лучшим образом джек кулкой достаточно опытный боец который впитал в себя практически ну большинство школ существующих в боксе он и работает по германской методике от глухой защиты если надо он умеет импровизировать как это делают соединенных штатах америки и не прочь пойти в размен как это любят делать великобритании если посмотреть на поединке говарда кастоли то парень неплох у него есть определенные навыки бокса он тоже любит подраться но скажем так не обладая особыми плюхами то есть и не умением скажем так или невозможностью нокаутировать своих соперников большинство его атак уходят как вода в песок тем более столкнувшись с таким серьезным соперником как джеком кулкой кастоли конечно же не получит возможности доминировать и делать то что он хочет кулка его быстро обломает каким будет этот поединок ну в первых шести раундах скорее всего кастоли будет пытаться что-то делать как-то не сколько переиграть сколько перебить и кулкая количеством ударов которые не всегда будут качественными ну и устав к экватору поединка конечно же кастоли начнет во второй половине боя сдавать и вопрос только его стойкости ну и кулкой их на мой взгляд то не является таким уж супер-пупер а панчером который будет стремиться закончить бой главное для джека это победить поскольку именно победа позволит ему и дальше получать поединки против бокс борьба бокс бойцов топ рейтинга как в первом среднем весе так и средневесовой категории где он неоднократно проводит поединки поэтому для него главная победа и чтобы не рисковать он будет готов пройти полную дистанцию этого боя по крайней мере нам так кажется если у вас есть другое мнение выражайте его в своих комментариях ну и конечно же заходите на наш youtube канал подписывайтесь на него жмите на колокольчик чтобы быть в курсе всех событий делитесь нашими видео оставляйте свои лайки и комментарии ищите на социальных сетях и пабликах становитесь нашими друзьями на facebook если сможете помочь нам в нашем развитии будем вам очень благодарны заходите на наш ресурс the boxing.com.ua пишите нам по адресу нашей электронной почты the ring show gmail.com и помните держите удар как в ринге так и в жизни